Всем привет, меня зовут Декстер. Этот стул, к сожалению, не мой, но мы все равно будем записывать разы. Да, и я эксперт. Сегодня мы придумали каверзные вопросы для друг друга и будем на них отвечать. Ты готов? Я готов. Поехали! Да! Эйдс, а перед началом хочу посетовать тебе канал о Мирке. Это реально очень веселый парень, который снимает пранки-челленджи. И представляете, в одном из его пранков был живой гусь. Да, вы не ослышались, он предлагал прохожим приютить гуся. Это примерно то же самое, что приютить медведя с клипа Алисы. Ты читаешь плохо, это важно для Алисы. Качество контента улучшается постоянно и нам нужно поддержать этого парня. Поэтому переходите по ссылке в описании и нажимайте на кнопку подписаться. Сейчас. А мы продолжаем. Первый вопрос, который интересует, наверное, всех. Насколько чаще тебя начали узнавать после выхода двух твоих прекрасных клипов? Сколько в день узнают? Ну, человек 500-200 где-то там. Какое население твоего города? Ну, человек 500-200 там. Насколько про тебя забыли после выхода моих клипов? Ну, Алис. Про меня не забыли. Я... Меня тоже собирают ролики, просмотры. Я тоже такой же популярный, как и ты. Ну, насколько же забыли? Ну, может быть... Сколько? Ты... Зарабатываю? Да, сколько ты зарабатываешь? Я хочу накопить на ноутбук. Он стоит 40к. Вот я столько и хочу накопить. Ну, а зарабатываешь примерно сколько? 40к. Ну, это неплохой старт. Ясно. Сколько ты зарабатываешь? Я зарабатываю... Ну, сейчас... Сейчас довольно-таки много зарабатываю, потому что у меня как бы два канала. Я из одного деньги себе кладу в карман, и из другого кладу в карман. Вот. Вообще-то я их кладу, а потом перекладываю к тебе. Нет, ну, слушай, не ты деньгами распоряжаешься в нашей семье. Поэтому это все-таки мои деньги, верно? Если по-честному, то мои. Половину денег. Большая половина денег моя. Одноклассники тебя завидуют? Да, они мне завидуют. Это я просто знаю. Ну, так знаю просто. Не все завидуют. Ты тоже завидуешь. Когда ты начнешь уже снимать годный контент? Я снимаю годный контент. В смысле годный контент? Ты только пиаришь мои клипы в видосах. Слушай, тебе нужна реклама? Допустим. И к чему-то такой вопрос. Я поставил тебя в тупик? Да. Тебе мешает YouTube заниматься школой? Мешает. А нет, ну, подумай, дай. Ну, не мешает. Как не мешает, если ты снимаешь такие клипы, которые заходят на миллионы? Ну, у меня просто директор добрый в школе. Ты с ним договариваешься, да? Да. Финансовая. Да, она меня очень хорошо понимает. Почему моя кнопка до сих пор еще не пришла? В смысле не пришла? А, точно, у тебя же кнопка еще не пришла. Ну, потому что, на самом деле, кнопка, она такая, очень интересный продукт, эта кнопка. У нее есть такая особенность долго доходить до получателя кнопки самой. Смотри, то есть, через полгода она приезжает ко мне, и через полгода я отдаю ее тебе. Скоро вообще твой канал наберет миллион подписчиков. Прогноз. Прогноз. Завтра в Ногинске у очень популярного блогера-эксперта будет миллион подписчиков. Сколько YouTube-кнопок тебе нужно для полного счастья? Не, на самом деле я хочу две кнопки. Это две золотые кнопки. Это кнопка, естественно, с моего канала, ну и со второго моего канала. Когда выйдет новый клип, и примерно о чем он будет, небольшой спойлер. Он будет с моим самым главным врагом на этапчике. Инстаграм. И вк. Я надеюсь, ты решишь этот конфликт. Да, я решу этот конфликт. Ну, и последний вопрос. Когда ты уже возьмешься за ум и начнешь пилить годноту на свой канал? В смысле, на мой. На твой канал я и делаю годноту, мы... А на свой? Ну, и на свой канал делаю годноту. Я... Вообще-то нет. Стоп, то есть раньше было лучше? Ну, вообще, лучше не было. Я тебе объясню... Спасибо, Алис, ты просто лучше. Я тебе объясню. Я создал одну годноту сначала. И чтобы эта годнота как-то пошла вверх, мне нужно делать не очень интересные, ну, возможно, просто ужасные, отвратительные ролики на своем канале. Но я возьмусь за ум, и скоро я тебя обгоню просто, Алис. Потому что у меня есть еще круче идеи, чем у тебя. Как видите, на моем канале тоже может все-таки выходить годнота. Я доказал вам на примере этого ролика очень даже годный ролик, я считаю. Вообще, да, он очень годный. Ни у кого еще не было ответов на вопросы. Креативный, я считаю, очень оригинальный. Это первое, что было на юрском ютубе. Пока. Пока. Юрский ютуб, это, кажется, что-то новое. Продолжение следует... Продолжение следует...